Хоккейная команда «Динамо» «Тверь» и хоккейная команда «Звезда» завершили поединок булитами. Сравнялась в счет в матче, «Белоголубые» вновь упустили победу в серии после матчевых бросков. Как это было, увидите в сюжете с места событий. В первой игре октябрьской домашней серии «Динамо» принимала столичную звезду. Дебют матча остался за гостями из Москвы. Игровое преимущество они преобразовали в гол на седьмой минуте. И даже он не привел к заметному увеличению активности со стороны хозяев. Плохо начали период, не выполнили задачи тренера. Какая была задача? Начать активно, пойти тремя активно туда, в ту зону. В раздевалке «Динамовцев» словно подменили. Со стартовых секунд второго периода начали играть первым номером. «Белоголубые» обязаны были забивать, играя в пятером против троих. Но смогли реализовать большинство, когда на льду появился четвертый хоккейс «Двезды». На 32-й минуте Егор Попов ворвался в зону армийцев и изящно оставил шайбу все тому же Шипову 1-1. Не получается. Во-первых, мы зарабатываем много меньшинства для нашей команды. Надо перестать удаляться, глупое удаление убрать. Построживайся в зоне и все вперед. Броски, добивание. Ищем счастья у чужих ворот. Ключевую роль в третьем периоде должны были сыграть удаление «Динамо». Практически друг за другом на скамейку штрафников село трое хоккеистов «Белоголубых». Преимущество «Звезды» выглядело подавляющим, однако счет оставался неизменным. На заключительной минуте основного времени матча Игорь Тяло совершил вратарский подвиг, остановив шайбу практически на ленточке ворот. Овертайм получился обоюдоострым, но радости победы не принес ни одному из соперников. В серии буллитов Илья Шипов отправил шайбу в ворота, но единственный овставшийся у армейских бросок Владимир Пешехонов превратил в гол. А попытка Георгия Бусарова оказалась безрезультативной. Шестые буллиты. Шипов вратарь. Пешехонов победа. «Динамо» одно очко, «Звезда» два. Следующую игру домашней серии «Динамовцы» сыграют 11 октября. В Тверь приедет «Воскресенский химик».